Утром стояла одна машина газовая, сегодня вторая машина, и провод вон тянется прямо в подъезд. Сварка идёт, воняет газом, воняет сваркой в подъезде. Всё полностью переделывают. Я схожу с ума. Взяла, стала, думаю, выпишу я в коммунальные всё со счётчиков. Встала над газ, нету цифр на счётчике, на газу. Посветила фонариком, но нету, нету. Мне показалось, что пустой счётчик. Я пошла рядом к соседке, к Нине. Постучалась. Я говорю, Нина, у тебя цифры есть на счётчике? Она говорит, есть. Она посмотрела, есть. Сейчас, говорит, сравню со старыми. Нашла квитанцию, посмотрела, есть. Я говорю, чего у меня нету? Пришла Нина, она старше меня возрастом, в очках. Встала на коленки. Я ей дала фонарик. Она уключила. Она говорит, Светка, всё у тебя есть. А как я посмотрела, у меня нету цифр на счётчике на газовом. Девочки, я схожу с ума. Вон у меня газовый счётчик, да? Я посмотрела, включила, и мне показалось, что нету цифр. Вот у меня фонарик. Я с фонариком посветила. И мне показалось, что нету у меня цифр на счётчике. Счётчик отключили. Я побеспокоила соседку. Ой, это же сойти с ума. Я не знаю, что это такое со мной, а? Вы говорите, стол не надо отодвигать. Вон мой шланг. Пошёл понизу, понизу, понизу. Туда за стол пошёл, за стол. И вот здесь у меня, вон, какая вот только щелочка. Всё, как он будет здесь работать? Ему надо полностью менять шланг. Полностью надо убирать. Видите, вот. Вот шланг. Вот мой стол. Вот там всё у меня устройство. Ой. Сегодня у меня, девочки, день позора. Мало того, что мне не повезло в банке, как я могла не взять чек со снятых ста рублей? И рядом стоял банковский работник. Как я могла? Ну, потому что она мне указывала, она говорит, жмите вот сюда вернуть карточку. Я нажала, забрала карточку и всё. А про чек? Был бы чек, вернула бы своих сто рублей. А так всё, чека нету. Уличный банкомат что-то там застопорила, зажал. Всё. Так и с газовым счётчиком. Стала выписывать все показания, дошла до газа. Присела точно так. Направила фонарик. Нету цифр. Ну, нету цифр. Я быстрее к соседке. Побеспокоила соседку. Что сегодня за день? Что сегодня за день? Я не знаю. Или я с ума уже схожу. Синяк на ладошке. Прикладываю магнит и мажу. И мажу сеточкой йодовой. Вот такой синяк у меня на копчике. Такой синяк на копчике. Я сегодня ночью спала, ворочалась. И при повороте больно. Потому что, когда ворочаешься, как-то упор, выгибаешься спиной. Ой, больно. Не знаю. Короче, такой синяк на руке. Такой синяк на заднице. Как не увидеть было цифры на счетчике? Ну, это же вообще позор. Я посмотрела голый счетчик. Цифр нет. Что это? Добрый вечер. Добрый вечер всем зрителям, всем подписчикам. Добрый вечер. Рассказываю вам ход событий дальше. Выложила я вам ролик. Вот, пришла домой. Шел у нас сильный дождь, ливень. Днем ливень шел и сразу брался льдом. Вот как при минусовой температуре идет дождь. При минусовой там ноль и чуть-чуть было до минус одного. И идет дождь и сразу берется корочка. Везде корка, везде. Дорога как зеркало. Плитка в городе как зеркало. Думаю, не поеду я в банк. Квитанции у меня нет, что я снимала с банкомата 100 рублей. Внутри банкомата с банковским работником. Думаю, не поеду. Потом думаю, у меня ж Ирина банковский работник. Может, что-нибудь она посоветует. У меня Ирина работает в банке с юрлицами. Я ей накатала три аудиосообщения. И вижу, она мне пишет. Я на работе прочту потом. Ну, думаю, ладно. Но человек же работает. Там звонки на звонках. Там, ой, с юрлицами работать это вообще. Ладно. Ходила я тут строители. То дайте им воды теплой. То, то, то. Короче говоря, газовики, вернее. Они не строители. Я от руки отвлеклась. Отвлеклась. Потом легла на диван. И думаю, надо мне погреть свой синяк. Магнитом. Включила магнит. Лежу и думаю. Интересно. Когда я была занята с пяти до одиннадцати, я на это всё сбрасывала. Что мне некогда. Что вот если было у меня время. Я бы всё решила. Думаю, а чего я сейчас лежу? Чего я лежу? Поеду я хоть узнаю, что мне скажут. Результат. Короче, собираюсь я. Это было пять часов. Собираюсь я. Оделась. Вышла из дому. Тут кое-как дошла до секонда. Дошла. Дорога вроде бы снежок. Идёшь, а оно как по корочке идёшь. Где притоптано, там скользко. Если идёшь по снегу, как по корочке. Режешь обувь, называется. Дошла я до секонда. А там вот плитка. Плитка лежит. И зеркало на плитке. Вот зеркало. Молодёжь идёт с университета. Хихикают. На жопу падают. На коленки падают. Поднимаются. Отряхиваются. И пошли дальше. Пацаны идут, едут. Катаются. Разгон берут и катаются. Все старушки встали вот так вот и стоят. Ну, не старушки, но люди такого возраста. Встали и стоят. Некоторые стали идти просто по сугробу. Там сугроб, чуть ли не до колена. Стали идти по сугробу. Мне, чтобы перейти, идти по сугробу, мне надо пройти это зеркало. Я побоялась. Думаю, ну его, к чёрту, этих сто рублей. Но мои ноги, руки будут целы. И тут я захожу за дом, где секонд, за дом, за угол. И думаю, пойду-ка я пройду по двору. Я пошла по двору. Везде с водосточных труб. С водосточных труб. Льётся вода так, как будто кто-то берёт сверху. И шланг направил. Вот так с водосточных труб льётся вода. Такой у нас сегодня ливень. Ну ладно, дошла я до конца. Дошла я до светофора. Там на советской, до казино, вроде бы, до Нермага. Вроде бы ничего, дорога. Подошёл транспорт. Я села на транспорт, приехала. До банка шла минут. От остановки шла минут, ну, наверное, 10. Очень скользко. Люди идут, скользаются. Руки разлетаются от скольжения. Вот так вот. Очень скользко. Зеркало. Везде на дорогах зеркало. Ладно, кое-как я дошла до банка, обратила внимание на банкомат. В банкомате ни единого человека. Но всегда в городе то один человек снимает, то один стоит. Ни единого человека на банкомате нет. Я захожу в банк, а время-то не знаю, вышло-то с дома в пять. Это три троллейбусных остановки, я добиралась ровно час. Поэтому зеркало ушло. Поэтому зеркало ушло по скользоте. Захожу я в банк, ни единого человека нету. И три кассы работаю. Здесь открыта дверь и сидит милиционер, охрана. Такой дядька красивый, такой здоровый, размер на пятьдесят так восьмой. Но моложавый, моложе меня намного. Я говорю, скажите, пожалуйста, а кто здесь, мне надо хотя бы кто сейчас будет самый старший? Вот старший кассир или кто-нибудь заведующий. Он говорит, вы знаете, что все ушли. Осталось вот два кассира, две кассы работают. Я говорю, а что же мне делать? Они говорят, все начальство до половины шестого. Он говорит, ну есть там на втором этаже те, кто работает по кредитам. А я так встаю, он сидит у своей каморочки, у него все в видеокамерах, все в телевизорах. Он сидит и перед ним вот все в телевизорах. Я говорю, а что же мне делать? Я говорю, может мне сходить на второй этаж? Он говорит, идите. Я говорю, понимаете, в чем дело? Ну, ему в двух словах рассказала. Он говорит, а, так это вам вот у кассы надо. Вам кассир составит заявление, и все, и вам деньги вернут. Не выговорит первая такая. Ну, ладно. Взяли мы талончик. Он мне взял талончик, нажал милиционер, дал мне талончик. Никого не было в зале в банке. Шесть часов вечера. Банк до семи. Только две кассы работало. Подхожу я во вторую кассу. Там девушка. Я говорю, выслушайте меня, пожалуйста. Я ей вкратце, как смогла, все объяснила. Вот как вам. В первом ролике объяснила. И вот. Вкратце ей объяснила. Она говорит так. Деньги вам по-любому вернутся. Есть два способа. Первый способ. Мы составляем заявление. Я, говорит, составляю. И, говорит, отправляем на Минск. Делают инкассацию. Вроде бы инкассацию она сказала. И, говорит, ну, как-то там еще она мне операцию сказала насчет банкомата. Все там. Все посмотрят. Все. И вам через две недели придет смс. И вам надо будет прийти, и вам зачислят эти деньги. Второй способ. Вы звоните по телефону 100... Не вы звоните. По-моему, она сказала, можно позвонить по телефону 145. Как она мне сказала позвонить по телефону 145? Все, меня это уже не устраивает. Я стою перед ней. Она вот так вот за стеклом. Она там в кассе. Я тут. Она говорит, можно позвонить по телефону 145. Что-то мне еще сказала. Но я только услышала, что надо позвонить по телефону 145. опять, у меня ушах зазвенело, в голове застучало, я ее не слушаю и только слышу ее концовку, и вам деньги вернуть через три дня. Я говорю, нет, меня этот способ не устраивает, меня, я говорю, первый способ, она говорит, хорошо, я говорит, сейчас давайте ваш паспорт, давайте вашу карточку, и говорит, запомните точно время, когда у вас было, а я говорю, ну где-то 13.30 с половины второго дня, она говорит, а хотя дайте ваш телефончик, я ей просовываю ее телефон, она смотрит, она говорит, каких же 13.30, 11.30 у вас была операция на банкомате, о, блин, все в моем телефоне она увидела, что 11.30 была операция на банкомате, ладно, она все это записала, быстренько что-то там писала, жала на клавиши, все-все-все, через принтер ей вышел листик, она птички поставила, распишитесь здесь и здесь, я расписалась, она говорит, вам паспорт открыла, вам на этот адрес письмо, чтобы пришло, или смс-кой, я говорю, смс-кой, она говорит, хорошо, дала мне этот листочек расписаться, я расписалась, а потом я вот так вот к стеклу так вот просовываюсь, я говорю, скажите, а я правильный выбор сделала, что выбрала этот вариант, она говорит, два варианта хороши, просто при одном варианте через три дня вам возвращают деньги, а при втором варианте через две недели, но два варианта работают. Ну, ладно, я, короче, говоря спасибо-спасибо, все, вышла за карточку, за паспорт и ходу с банка. Еле доехала домой, везде скользота, везде вот такие лужи, через замок у меня набрался полный сапог воды, скользко, шла в основном по сугробам, я еле дошла до подъезда, я шла по сугробам, а сугробы с корочкой, это вот, как я называю, идешь и режешь сапоги, потому что корочка царапает себе обувь. Короче, я еле пришла домой, вот поужинала и думаю, расскажу я все вам. Девочки, ну я же просила, я же отключила комментарии, вы моей Наталье начали писать, она мне сбрасывает ваше сообщение, я читаю, я так еще больше расстраиваюсь, понимаете? Ничего, все, что вы писали Наталье, ничего, это не работает у нас, это не работает. Видите, я побыла в банке, она сказала два варианта, звоним на телефон 145 или вроде бы она сказала, вы звоните, но как я услышала, что мне надо позвонить на телефон 145, у меня сразу вот здесь вот тух-тух-тух молоточком, у меня испух, что как я могу решить по телефону, какую я могу речь сказать, как мне опять все это рассказывать, все. Короче говоря, то, что вы мне пишете, это ничего не работает, ничего, только такими двумя способами возвращаются деньги. Письмо мое пошло на Минск, в Минске будут рассматривать, потом будут снимать этот банкомат, инкассацию и окажется лишних 100 рублей, мне так сказал, а что-то мой телефон потемнел, о, посветлел, наверное, зарядки нету. И как мне сказал охранник, что через две недели вам вернут деньги, не вы первая. Ну, вот так вот, видите, ваши варианты не работают. Вы Россия, я Беларусь. Поэтому работают только два варианта. Мое письмо пойдет на Минск, может, уже и пошло, наверное, автоматически через почту, наверное, пошло. Но почему-то она мне не дала письмо, опять на руке она мне не дала. У нее экземпляр остался, я расписалась, она говорит, ждите две недели. Вам придет СМС на телефон. Ну вот, видите, у каждого свое. Да что мой телефон меняет за цвет? У каждого свое, девочки. Так что спасибо, конечно, что вы там писали Наталье. Там что-то вы мне в Однокласснике пишете. Спасибо. Спасибо, но мне нет сил читать. Я до того перенервничалася, что я сейчас сижу, как будто у меня укололи укол наркотика. Я сейчас вот никакая я. Я вот никакая, девочки. Вот я сижу, вот мне как все равно по голове долбанули чем-то. Вот мне вот... Ну, под каким-то я под шофе. Я до того сегодня перенервничала. Ужас. Все, вопрос решен. Будет он вопрос решен, не будет. Пока две недели будут решать мой вопрос в городе Минске. Я вообще успокоюсь, и мне эти 100 рублей будут до одного места. Мне просто надо успокоиться, и все. Все, девочки. Рассказала вам все как на духу. Показала вам сегодня, как у меня шланг. Все равно мне стол надо отодвигать завтра. Все равно завтра у меня с 8 утра я поднимаюсь и начинаю работать. Все переносить в комнату. Все выгружать. Все снимать. Так что вот как-то вот так. Спасибо вам еще раз за комментарии. Вы там нотарию забросали комментариями. Уже ваши комментарии почитаю в Одноклассниках завтра, потому что сегодня нет сил. Я как под наркотой уколотая. Я вот никакая. Я сижу вот пьяная. Я никак перенервничала из-за денег, как перенервничала почему-то сегодня. Все у меня сквозь пальцы. Почему же банковский работник сказала? Нажмите, чтобы вам выдали чек. Как только банковский работник увидела, что я уже получила 100 рублей, она говорит, жмите вернуть карту. Я нажала вернуть карту, мне карта вернулась. Надо было хотя бы взять мне этот чек, что я сняла 100 рублей. Мне было бы легче. Как-то я вот расстроилась больше из-за того, что я ничего не могу доказать. У меня нет доказательства. У меня нет чека с первого банкомата. Но я девушке кассиру объясняла. Я говорю, сразу показалась красная полоса, и в красной полосе что-то было написано. Но что, говорю, я не помню, потому что сразу банкомат выплюнул мне карту. Сам банкомат, я говорю, не жавши на кнопку, она говорит, это говорит сбой в банкомате. Потому что что-то сразу красная полоса, и что-то было написано. Я рада, что мне выплюнул банкомат карту, я быстренько карту вытянула, бегом в банк. А у банки тут бежит работник, идёмте, я вам сниму деньги. Мне как бы из рук в руки, мне перехватили, мне не дали ни рассказать, ни опомниться, не дали ничего. Хотя, видите, сто рублей мне банкомат не выдал, а в этом самом приложении мне была сумма старая. В приложении не было видно, что снято. А как я только сняла сто рублей из другого банкомата, а у меня сразу отчислили 200 рублей. Вот что произошло. Вот это мне непонятно. Из-за этого я как бы вот и переживала сегодня, что я ничего не могу доказать, ничего никому не могу грамотно объяснить. И всё. Я сегодня в такой просак попала, что около мне. Ещё мне завтра день выдержать? Газовика, и всё. Ещё мне завтра день выдержать? Вот что значит быть одной. Вы говорите, дети, дети. Дети мои заняты. Ну, что мне, Наташа, сделай, если у неё своих проблем. Во, она мне только сбрасывала, делала ласкрым и сбрасывала то, что вы ей писали. Она мне сбрасывала. А так, ну, чем она мне может помочь? Ну, чем мне могут помочь мои дети, в моих проблемах? Вот вы всё время говорите, дети, дети, у вас дети, у нас внуки. Да никто не будет заниматься твоими проблемами. Никто, никакой внук, никакой зять, никакая дочка, никто не будет заниматься твоими проблемами. Я думала, я от Иры помощи не ждала, но я думаю, расскажу ей свою ситуацию. Может, хоть что-то она мне подскажет. Ира, она банковский работник, она в банке работает. Но она мне пишет. Я прочту дома, я на работе. Всё. Всё, девочки, на этом всё. А вы приводите примеры. Мне дочка, да мне сын, да мне зять, да не верю я. Все работают, все заняты, во всех свои проблемы. Дочка, сын, зять к вам придут тогда, когда уже вы не сможете выйти в магазин, тогда они придут. А пока вы ходите, никому вы не нужны. И не пойте мне песни. Девочки, при первой возможности зацеплюсь за любого мужика, даже за пьющего. Только чтобы он был гомельский, из Гомеля. Чтобы я вот так вот не была одна. У меня сегодня было горе, а я одна. Я одна его решила, без всякой помощи. Поэтому зацеплюсь за любого, за старика, за горбатого, за хромого, за пьяницу. Но я за любого зацеплюсь. Мне надо, чтобы у меня кто-то был. Тогда мне будет легче переносить вот такие вот проблемы. Это проблемы называется. Сегодня у меня день проблем. Полезно счетчик смотреть. Это вот я была в шоке. Полезно смотреть счетчик. Цифр не вижу. Книгки пошла. Нина, у тебя есть цифры. Даже самой стыдно мне. Это вот так вот от нервов. Не увидеть цифры на счетчике. Все, девочки, давайте. Загружу вам ролик. Все, спасибо вам за помощь. Спасибо, что Наталье писали. Все, давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.